Священномученик Иоанн Ганчев Собора Русской Православной Церкви 2000 года «Величие судеб Божиих, явленных в истории нашей Церкви. Страшные гонения, пережитые верующими, не смогли сломить крепость человеческого духа, утверждаемого православной верой и надеждой на премудрый промысл Божий, оживотворяемого любовью к Богу и ближним. Новомученики, исповедники российские, невероятными страданиями, запечатлевшие свою верность святому православию, уподобились евангельскому зерну, которое, претерпев смерть, обрело воскресение и новую жизнь. Ныне из этого благодатного зерна возрастает обильная нива духовного обновления народа Божия. Подвиг мучеников и исповедников укрепил Церковь, став ее твердым основанием. Огонь репрессий не только не смог уничтожить православие на нашей земле, но наоборот явился тем горнилом, в котором закалились сердца верных чад Церкви. Непоколебимым и твердым стало их упование на единого Бога, победившего смерть и даровавшего всем надежду воскресения. Во главе сонма российских мучеников и исповедников за веру Христову выступает святой патриарх Тихон, который, характеризуя эту эпоху, писал «Тяжкое время переживает ныне святая православная Церковь Христова в русской земле. Гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христова. Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви, станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой Матери нашей, а если нужно будет и пострадать за дело Христова, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою словами святого апостола. «Кто ны разлучит от любви Божия? Скорб ли или теснота, или гонения, или глад, или нагота, или беда, или меч?» Послание к римлянам. «В наши смутные дни явил Господь ряд новых страдальцев», – писал святой патриарх Исповедник Тихон. «Если пошлет нам Господь испытания гонений, уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить все, веря, что не без воли Божьей совершается это с нами и не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому, как страдания мучеников христианских покорили мир учению Христову». Сбылись слова исповедника веры, святого патриарха Тихона. «На крови новомучеников ныне возрождается Святая Православная Церковь». С любовью и благоговением обращаемся мы сегодня к подвигу этих безвинных страдальцев. В их жизненном пути, исполненном страдания и скорби, православные христиане находят образ веры, пример жертвенной любви к Богу и ближним, опору в переживаемых испытаниях. Сколько священнослужителей и мирян пострадало в XX веке во время гонений за веру? Точного ответа на этот вопрос сегодня не даст никто. Но отрадно осознавать, что и на нашей земле, где уже более двух веков осуществляет свою спасительную миссию русская Православная Церковь, воссияли имена угодников Божьих, засвидетельствовавших верность Христу даже до смерти. Одним из таких угодников Божьих стал настоятель собора Рождества Богородицы города Баку, священник Иоанн Ильич Ганчил. Отец Иоанн родился в 1878 году в селе Сима Владимирской губернии. Доброта, любовь и благочестие родителей, воспитание православном духе во многом определили выбор жизненного пути будущего священнослужителя. Духовное образование Иоанн Ганчил получил в Петроградской духовной семинарии. Обучаясь семинарии, будучи батюшка, очень любивший живопись, посещал художественные курсы. В дальнейшем, будучи пастырем, отец Иоанн не забывал своего юношеского увлечения и в свободное время любил писать маслом пейзажи и картины на библейские сюжеты. Окончив духовную семинарию Иоанн Ильич Ганчил в 1910 году, был рукоположен священный сан и по благословению священно-началия нашей церкви направился для прохождения пастырского служения в далекий Азербайджан. Поначалу для отца Иоанна это была чужая, незнакомая земля, ведь здесь, в далеком и неправославном краю, он особенно ощутил всю важность своего служения перед теми, кто веровал во Христа, перед теми православными людьми, кто нуждался в его пастырском слове. За время своего служения отец Иоанн, неся Слово Божие, объехал всю азербайджанскую землю с севера до самого юга. Первое время своего пребывания в Азербайджане отец Иоанн Ганчил нес послушание настоятеля церкви в честь боголюбской иконы Божьей Матери, села Александровка Кубинского уезда Бакинской губернии, а затем настоятеля сохранившегося до наших дней собора, Рождества Богородицы города Баку. На эту должность он был назначен еще в 1911 году указом бакинского епископа Пимена Пегова. По воспоминанию знавших отца Иоанна людей, он был высокообразованным, высококультурным человеком с большой душой и добрым сердцем. В доме отца Иоанна была собрана обширнейшая библиотека, под которую была отведена отдельная комната. Среди книг находились и книги с дарственными надписями их авторов. Разносторонне образованные, играющие на физгармонии, любящие рисовать, прекрасно разбирающиеся в медицине. Отец Иоанн, все дарованные богом таланты, щедро раздавал людям. Будучи попечителем одной из больниц, он сам следил за добросовестным лечением больных. Нередко ему приходилось самому оказывать квалифицированную помощь прихожанам. Здесь, в Азербайджане, вдалеке от центра православия, у христиан был добрый и мудрый батюшка. В 1913 году у отца Иоанна родился сын Юрий, а через год дочь Людмила. Храм, служба, семья, все, что так мило сердцу отцу Иоанну, будет поругано и разрушено. В 20-е годы начались страшные гонения со стороны большевиков на церковь и ее служителей. Изымается церковная утварь, отбираются у верующих иконы, конфисковывают у священнослужителей дома, заколачивают храмы. Именно в эти годы был разрушен украшавший город Величественный Собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. С землей сравняли безбожник и часовню, знаменовавшую место мученического подвига просветителя нашего края, святого апостола Варфоломея. По благословению правящего архиерея, епископа Павла Вельковского, отец Иоанн Ганчев вынужден был покинуть Баку и перебраться с семьей к родному брату, работавшему нотариусом в городе Ленкаране. После смерти священника храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости села Пришиба близ Ленкаране отца Алексея Пономарева, отец Иоанн был назначен настоятелем этого храма. И в это время опустошения и разрушения храмов отец Иоанн сам расписывает свою церковь. И небольшой храм в далеком селе становится действительной радостью до всех скорбящих. Идут годы, отец Иоанн служит Богу и людям, лампада православия все еще теплится. Но в 1933 году безбожники решили закрыть и Пришибский храм, в котором служил 57-летний отец Иоанн Ганчев. Отец Иоанн оставил семью в Ленкаране, а сам вернулся в Баку. Большевики пытались вынудить отца Иоанна отречься от своего сана и с этой целью совершали бесконечные аресты священнослужителя. И членов его семьи. Семья Ганчевых жила бедно и тревожно. 20 марта 1933 года отец Иоанн по ложному обвинению был арестован. Арест происходил ночью. Забрали всю семью Ганчевых, члены которой содержались в отдельных камерах строгого режима одной из бакинских тюрем. Отца Иоанна, его супругу, брата, сына и дочь, которым в то время было всего 18-19 лет. Узники вынуждены были спать на холодном бетонном полу, не имея возможности накрыться даже тонким одеялом. Из дома чекисты забрали всю одежду, документы, личные вещи. Спустя полгода, 10 сентября 1933 года, за контрреволюционную шпионскую деятельность и намерение к нелегальному уходу за границу в Персию, Отец Иоанн был осужден коллегией ОГПУ, статья 58, пункта 6.10.12 и выслан в Казахстан сроком на 5 лет. Подписывая обвинительный протокол, отец Иоанн написал «Душе и сердцем я всегда был против советской власти, но действиями своими никогда». Обычно перемещение вместо высылки продолжалось очень долго и совершалось в исключительно тяжелейших условиях. Высылаемые духовные лица перевозились в тюремных вагонах вместе с уголовными преступниками, подвергались течении всей дороги бесчисленным издевательствам, унижениям, а иногда ограблению и побоям. Этап – это прежде всего голод, холод, грязь, многие десятки, а иногда сотни верст, измеренных опухшими ногами. Одним словом, земной ад, но только не для тех, у кого в душе живет Бог. Отец Иоанн, неся в себе свет любви Божией, старался освещать души тех, кто был рядом. Он и здесь был священником. Семья отца Иоанна, прибыв без предъявления какого-либо обвинения в страшных тюремных подвалах, была освобождена, но вернуться ей было некуда, так как их комнатка уже была занята неким участником становления советской власти в Азербайджане. О судьбе своего отца, настоятеля храма Рождества Богородицы города Баку, дети отца Иоанна узнали лишь спустя 50 лет. На месте ссылки отец Иоанн, как и многие другие священнослужители, оказался лишенным права совершать богослужения. Корреспонденция его подвергалась официальной цензуре в отделах ГПУ. Кроме того, от времени до времени у ссыльных производился внезапный ночной обыск, и если при таковых обнаруживались предметы богослужебного назначения, то они тут же отбирались в ГПУ. В архивном уголовном деле имеются сведения, что в марте 1936 года, по окончании ссылки в городе Чемкенте, священник Иоанн Ганчев возвращался в Баку, где проживала его семья. По пути следования он был арестован, направлен в город Чемкент, и там вновь осужден постановлением НКВД сроком на три года. На этот раз отец Иоанн был направлен в Карагандинский лагерь для заключенных. Помимо отца Иоанна в Карагандинском лагере находилось множество других невинных страдальцев, священнослужителей и инаковымирян. Во время этой ссылки отец Иоанн, как подобает православному пастырю, утешал, поддерживал, ободрял всех тех, кто находился в ссылке. Отец Иоанн укреплял людей своих примером доблестного исполнения долга в тяжелых испытаниях, не позволял им согнуться под бременем обстоятельств и поддаваться искушению возненавидеть других. Он наставлял достойно вести себя в любых условиях и при этом сохранять высокое имя православного христианина. Своей жизнью, своим примером и своим подвигом отец Иоанн защитил истину православной церкви и попрал ложью хулителей. Это и было нестерпимо для гонителей церкви. 19 сентября 1937 года священник Иоанн Ганчев был арестован на основании того, что возглавил группу верующих, бывших священников, проводил службы, где распространял свое настроение против советского правительства. В предъявленном обвинении виновным себя не признал. «Настоятель церкви Рождества Богородицы города Баку, священник Иоанн Ганчев, претерпев боль и ужас, оплевание и заушение, не отрекся от веры, не осквернил свое имя лжесвидетельством против себя и ближних. До конца дней достойно нес он свой мученический крест, проповедуя Евангелие. И своей великой верой зажигал в других людях веру во Христа, распятого и воскресшего». Решением Тройки при ОНКВД Парагандинской области от 31 октября 1937 года священник Иоанн Ильич Ганчев был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Страшный приговор был приведен в исполнение 2 ноября 1937 года. Так завершился земной путь новомученика нашей Церкви, отца Иоанна Ганчева, принявшего смерть по-христиански смиренно и вместе с тем мужественно. Он, пламенея любовью к Богу, молитвенно осеняя себя крестным знамением, передал свою праведную душу Богу. Подвиг священномученика Иоанна Ганчева, всю свою жизнь посвятившего служению Церкви Христовой и претерпевшего мученическую кончину, побуждает нас вспомнить слова апостола Паула. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» – послание к евреям. Пусть же пример священномученика Иоанна Бакинского укрепляет нас в решимости трудиться на благо Церкви, уподобляя свою жизнь подвижническим трудам, предстоящих ныне престолу Господа Вседержителя, новомучеников и исповедников Церкви нашей. Отец Иоанн был захоронен в братской могиле на старом кладбище поселка Долинка Карагандинской области. В 2000 году от Рождества Христова юбилейным архиерейским собором Русской Православной Церкви священник Иоанн Ильич Ганчев был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских XX века. Память священномученика Иоанна Бакинского празднуется 2 ноября. Святые священномученичи Иоанне, пресвитери Бакинский, моли Бога о нас! Гонения на Русскую Православную Церковь начались с 1917 года и приняли массовый и ожесточенный характер уже в 1918 году. Своего апогея они достигли во второй половине 30-х годов. По данным правительственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий в 1937 году было арестовано 136 900 тысяч православных священно- и церковнослужителей. Из них расстреляно 85 300, в 1938 году арестовано 28 300, расстреляно 21 500. Все лица, пострадавшие в годы гонений, были реабилитированы в начале 90-х годов XX столетия. В указе президента Российской Федерации за номер 378 от 14 марта 1996 года о мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий, пункте 2, в частности говорится, «Генеральная прокуратура РФ совместно с ФСБ РФ, МВД РФ осуществить реабилитацию граждан России, которые были необоснованно обвинены в политических, государственных и уголовных преступлениях, лишились свободы, подвергались иным лишениям и ограничениям прав в связи с их религиозной деятельностью и убеждениями». Таким образом, власть признала их невиновность. Невиновность в том, в чем под пытками их принуждали сознаться, принуждали оговаривать и клеветать на других, заставляли сознаваться в антигосударственной и контрреволюционной деятельности. Боль и страх ломали людей, сводили с ума. Были те, кто в выступлении подписывал ложные обвинения, но большинству священнослужителей и мирян стойко отвергали все обвинения. Гонителям не удалось сломить их волю и очернить их честные имена. Источник. Официальный сайт Бакинского епархиального управления. Московский патриархат. Русская православная церковь.